видите какие надписи аренда 88 метров продажа это вот в моем районе ведь помещение приличный магазин был буквально в прошлом году я еще тут газировку покупал когда мы сплавлялись причем два их было конкурирующих сейчас ни одного ведь его болтается от 2 то есть все были микро магазин чеки пусть они газировку принципе ничего не дорого зато вот вайберис ну вайберис и не хлеба не купишь ни хрена стрижки да то есть это вот на фоне того шабаша который в питере его там развитие дальнего востока прет короче вот я вышку показывал тут предложение с товарищем с моим ну ему скучно он домосед тут решил прогуляться и вот на амур сходить как бы товарищ известный да вы знаете коляна коляна знают всех короче с вами юрич это комсомольская снятия нового разбирает дом помаленьку и она валяется калер хромает больной весь такой со своим избыточным весом 182 килограмма короче ужас как люди сердца нагружают это вот как всегда игре в центре любой помойки обязательно должен грузак стоять и в лексус вот она так что все на месте да и мы вот сейчас ходим николай анатольевич все таки я спрашиваю мы как пойдем вот на водокачку может сходить я хотел газировки купить но нету нифига ну вот сходим на водокачку посмотрим на наши мы можем влево потом забрать на набережную как бы и посмотреть короче я сегодня опять видите без транспорта ну транспорт вот вечером и оторвался честно говоря у меня колян оторвал от работы делаю фоник последний фоник потому что детали на фонике больше нет и спроса на них особого нет но фоник охерительный долларе грубо говоря даже меньше может 85 тысяч рублей там детали на 800 баксов короче в общем такой вот фоник упт и прочее прочее я хотел даже сегодня успеть с него что-нибудь записать и выложить на бусте но видимо не получится и вот помните я вам показывал забор сейчас покажу который зимой начали тут территорию осваивать вот и они осваивают благополучно там горы песка ну просто на самокате поехал бы быстро но там сейчас загадили асфальт не просто марать не хочется шины при всякие железки промышленного ведь и возводят уже вон она второй этаж там что-то заливают то есть бабло журчит просто как говорится вон там гора гравия вырублены деревья уничтожено все значит зеленая зона вся где люди гуляли там шашлычки собачки в общем загорали короче тетки потому что нихрена нету дети гуляли потому что ну берег весь загажен оставалась вот пяточок и вот уже как бы вслед за парком туда же его короче под снос на под вырубку это такое типа благоустройства ну конечно все для блага для нашего ровно как для блага поздравляю всех таксистов с введением закона о страховке да теперь будут ох ты ёпанама но это как всегда это культура парит у людей теперь будут значит на 2 миллиона вас страховать в дополнение еще ко всем страховкам то есть карманчик ваш либо вы как говорится попадаете в случае даже мелкого дтп вы попадаете сразу нарушителей сразу вас раскручивать вот опять типичные долбоебы из-за которых из-за которых на самокатчиков гонят два долбоеба причем заметить что великовозрастный после 20 на вид детей нам блять но мозгов на копейку короче все таки похеру да она с дочкой во первых явно меньше 12 лет на переднем сиденье вот из-за таких ублюдков короче тупых у вас порядка никогда не будет ни на дорогах и государстве они будут голосовать даже не то что голосовать а просто всеобщее одобрям толкаться до зачетом за шубы взамен покойников что там дает видите вот эвристика детский технопарк то есть вот это слово ну технопарк видите как будто страна прет то есть на самом деле это просто тупое отмывало то есть придумали как отмывать вот минстроя там героя ну я даже это комментировать не буду да в городе где ни одного технического кружка давно уже нет уж лет 15 дистанции иных техников нет вдруг откуда-то не возьмись показывал я вам помните там было здание такое с кирпичом с помойкой на месте станции иных техников давно года три-четыре назад в роликах технопарк то есть видимо будет такой техноген и прочее прочее вот короче типа молоко от фермеров вот я вообще не покупаю этой фирмы хоть и завод в городе до гомс да ну молоко и молочные продукты и мороженое невкусные мороженое просто на пальмовом масле на дерьме на каком-то но тем не менее видеть машина конечно же японская даже у неё руль и руль у него нормальный левый но тем не менее кореец японец что я вот честно тут у меня провал знаниях вроде японец знак бедняга уже это тряпочный подгорел и вот видите забор они не поленились все-таки захеракали вот в асфальт да то есть забили проезжую часть был нормальный асфальт они все-таки асфальт приватизировали еще полметра и все остальное то есть деревья под ноль вот это вот заборище ушлепан и это жести грязь а вот сейчас был хороший тот асфальт и вот тут самосвалами завозили ладно включусь теперь уже когда будем на этой самой на берегу короче тут просто снимать нечего вот когда он не узнает свой квартал здесь вырос короче из того что тут на свинячек увидеть опять где-то эти самые не понять грунт плывущий тут грязище благо она чуть-чуть подсохла но вчера дождик был просто жарит хорошо 27 29 если не ветерок вообще-то джопа была пыль бы летела если не было сырая сейчас земля ну мы идем на берег а тут была дорожка и как бы уничтожили замену вырвали вот такую канаву понять подчет кобеля полоса препятствий это противодесантные укрепления короче это вот подрывники короче фугасы ядер шпеси хохлы высадятся на хер все короче ну мало заранее сразу готовится и вот этот главный стратегический объект обороняют как всегда во всей стране рубероидом покрытый весь в рубероиде вот этот я чуть побыстрее поэтому еще главное вот это вот гандончики каких-то тут а нарезали пакеты даже бесплатно из магазина ведь и стране нет даже вот технологии что сделать стандартные какие-то знаки дорожные разметку столбики даже этого нет то есть полный пипец обленились совсем заводи свой канал снимай яхты бога ради е-мое вот советчиков куча вот я поражаюсь сколько некомпетентных людей у них всех требования вот я сниму стратегический объект вот гордость города короче встречает всех прибывающих город пристающих к берегу почему только дверка на ту сторону надо дверку было на амур делать а вот так хлоп расхлопаешь и тут амур так ну чё я вот сюда прийти вроде подсохло хорошо что я не поехал потому что ездить потом это выковыривать с колес оно не все осыпется масля было поплавать тоже но а а я хаяхта вот это можно снять вот как ее заложила ветром не смог он ваневр выполнить сейчас завалится будет весело давно не тренировались все сдался он короче стал на ровный кельсе галс поменял не получился у него маневр о какой раритет на двигателе переделаны а это самоделка кстати багажник узнал китайский горный велик переделаны вот ответе насыпают песком то есть любой дождь это все нахер песок тот же самый сберегу безумие абсолютно и бестолковое так вот еще народ развлекается не знаю теплая вода нет по идее то уже в это время начинали купаться то ну как бы это фиг его знает смотрю на люди на гидротях едут конечно на лодке нормально сейчас но так вот видите нифига он там стоит метеор о пошел по страну он как-то так нелогично он видимо просто стоит в идее он должен сейчас быть в николаевске не должно его тут быть у пирса но он стоит видимо то ли вода маленькая то ли чё то ли сломался может ближе куда ходит может николаевск уже не ходит короче так далее так но я главное спуститься не могу вот от этой вот красивейший в кавычках просто начну спускаться насыпется в красочи песок бежать придется бежать можно напороться на железку на кирпу не попробую я так по-человечески пройти железки всякие бетонки нахрен можно ногу подвернуть и проткнуть не погорцуешь как эти надо либо высоту поменьше чтоб скорость была не такая два шага все маневры на один шаг тройной прыжок так компаньон мы куда-то свалил по моциону я просто пытался с него выжить что-нибудь толковая но тело такая хренатеньках из громкоговорителя из телевизора несется это очень сложно воспринимать так похоже их смен начинающий то ли он просто папину яхту взял покататься или дедушки ну то ли купил ее что-то у него галсы маневры не получаются нихрена он как-то закладывает нет ему надо по идее пас парусом работать а он на ровном келе пытается ой на ровном парусе пытается сделать поворот и у него просто яхту вот закладывает короче работать по парусам надо они только румпелем ну как говорится народ тупеет поэтому все следствие все думаю что все просто да типа яхты просто лодки просто майдарки просто взял типа и поплыл дух и сразу такой переворот сейчас сделаю сейчас майдарочный стиль освободится эскимосский переворот но тут ни хрена про просвета нет да вот все промыто это я тогда снимал до перед днем рождения города в общем ни хрена все так же все через 10 лет все так же даже вот грустно вот показываешь людям люди в реалов залили да чуть-чуть эти плиты подзалили время тормознулась короче а вернее это их привезли их не за него часть их положили ничего тут особо не заливали вот их привезли откуда-то далеко весь длинной вода маленькая это радует рыбаков мало потому что рыбе рыбу эту то что не сдохла к столу она никакая короче просто поэтому рыбаков нет ну раньше было тут просто забита кораблями купающимися рыбаков вообще стать негде было реально то есть у каждого по два по три иногда по четыре спиннинга закидушки куча лодок сейчас так совсем видите пустынно грустно это воскресный день все на дачах либо еще где-то по мере движения по вот этому вот стал опять вопрос как же нам выйти на нормальную дорогу что тут все за года вон там пройдем где техника стоит слышь да не прыгаем а может перекатиться елки лечь на бок на как колобок а вон она ночью так тут двери есть елки по закроешь его меня силы хватит ты двигаешь по три этих самых кусок забора подошел подвинул и говорит закроешь я хорошо так друга такого имя дружбана прошел все и танк не нужен чтобы заходить туда вот я помните говорил что не работает ни одна рекламная та самая то есть бабла нет и на рекламу на все вот к началу разговора полный этот самый как говорится грустняк ну тут я опять не перерыв не перерыв насосы прочую хрень вот это с юбилея города цветочки остались 90 как я уже говорил один год городу исполнилось между десятом и двенадцатым где-то там все есть на самом деле тайна потому что пароход который вез первостроительный просто сел вон там вот на мере и в итоге два дня и пытались снять потом приняли соломоново решение запасной вариант строить город на самом деле хотели строить его почти на 100 километров ниже по амуру в районе ягодного ну как бы вот крутанулось ну как говорится нужно блок съезду судить и там продавать о том что стройку заложили поэтому товарищ сталин шути с троскистами не любил а на теплоходе как раз троскисты ехали в основном и вот как бы пришлось им лояльность отрабатывать камышин тридцать две тонны тоже пустая абсолютно площадка сейчас посмеетесь вот видите ценится стольник вот эта бутылка которая 40 стоила вот такие цены короче то есть бизнес по комсомольски взяли цену в два раза больше херанули на берегу но у нас по-другому ничего так и не работает как бы мороженое 130 рублей шарик не в граммах а в шариках шариках ложку можно поменьше шарик тоже поменьше ой вот нихера не меняется в этой стране просто такое же тупое барыжничество тупое то самое ладно в общем больше особо показывать нечего да и при этом делиться а я не помню где-то тут был еще общественный сортир можно было показать узнать он платный или нет просто руки помыть там или что ну просто чисто из такого практического любопытства япония что вспомнил здесь сортиры бесплатный кафельный пол там все дела смыв там обогрев в холодную погоду так и что это не распечатает на анализ массивы аппарат при выходе из кабинки вот и здесь значит такое вот зато мусорные баки стоят но народ все равно сыпал почему-то мимо он замаскирован на берегу там я уж снимать не стал срачек а вот такие пироги короче так ночью вон там можно присесть передохнуть хотелось просто подышать воздухом здесь вот хвойный лес небольшой ну не лес парк остатки остатки того еще пол живое что-то и более-менее можно подышать смолой конечно не пахнет грязновато но тем не менее насладиться чем-то таким колян уже мокро идет весь вот так вот выглядит сейчас город уродов пупыри по-прежнему бесит живые деревья вот вполне себе красивую причем они абсолютно и вот участок видите здоровый не только и вот вообще массу деревьев вот они порубили попилили он выкорчили тут болотина то есть никакого практического смысла как бы нет уничтожать зеленую зону но они и воду гектара 2 наверно да около 100 метров ну может 70 метров туда пару гектар вот они вырубили минус кислород плюс пыль и прочее короче стране как говорится все по этим самым по канонам упырины вот хотел чем-то позитивным закончить а получается вот такую вот показывать ну тут конечно охерительно дороги великолепные пешеходные для дома каблучка это вот вот это сделали дорогу не сделали не хватило газпрома были тырить важнее чем приводить божеский вид зато хватило денег вырубить деревья на пакости на всякие почему-то у них находится всегда на полезное на посадить деревья на сделать дорожку на это у них катастрофически не хватает зато косить траву рубить деревья помойки разводить на это есть так ну еще раз дубль до понедельник 19 и вот смотрите новости хабаровского края сижу пью чай перерыв между делом и решил почитать давно не читал и вот нашей христолюбивой как говорится хабаровском крае россиюшки что творится этот 18 число видите грабят базу короче шикарное было место ну она была шикарная до того как вот эти же граждане загадили да то есть вырубили там лесники эту базу делали ну и в итоге они под экологию под оккультуре не вырубили херу тучу леса там елки пихты были сейчас там лысые сопки это вот что сфот она даже старая фотка я там уже давно не был и сейчас вот этот объект грабят и продают его за смешные цены дай минут меньше десятки миллиона рублей да и нахер никому не нужно да то есть видимо срезают провода там отпиливают металл струб постройки короче то есть куча домиков там было ну штук 10 по моему 1 двухэтажные короче аренда блин четыре с полной га принципе шикарное место было особенно зимой я там начинал кстати на сноуборде учиться мне понравилось то есть даже по сравнению с холдомями ну теперь вот видите мародеры причем явно вывозят даже на личной машине везешь это надо минимум какой-то мини грузовичок да или какой-нибудь полноприводной все как говорится радиаторы пластиковые окна то есть все в россиюшка ведь а о развитии хабаровского края вот новости можно посмотреть вот видите остановкой шин ну то есть театр абсурда и шин я даже просто не это самое это в дополнение к тому что я вот снимал да вчера месте может выложу даже гимнастки там и прочее ну то есть реальность короче зато он хотят производить угольный газ то и загаживать хотя значит рыбу короче кино какое-то снимают ну-ка что за фильм что за золото у малты ведь какое золото у малты карелия санкт-петербург долгожданный российской черношный кинематограф опять очередной вестерн не больше не меньше 10 пудов золота сангуньского прииска в шестнадцатом году ленинградскую область разбойники ну как говорится то что остается бред по просто тупой бред короче вестернизация дебилизация продолжается короче мечтают о работе это екатерина славка эти новости что-то там галактическое шоу видите очередной а ну это уже во владике ведь владик переплюнул все-таки всепланетный форум в питере владик переплюнул галактическим шоу то есть просто тигров продолжают раскармливать чтобы они жрали больше и лучше кстати у нас она вот терминал для перевалки рыбы но это называется как перевал то есть рыба короче будет уходить мимо блин на экспорт понимаете то есть нахер вам рыба курить обстановка изменилась причем это все московские дела русс рыболовство вот и прочее специализированные рыбные порты то есть но мимо мимо чтоб у нас сейчас она стоит уже 250 рублей вот это странная сара которую раньше ну так покупали то что вот видим 124 это видимо владиковские цены у нас она стоит за 200 уже я сам вот только что с магазина и причем некоторые полки вообще пусты то есть народ эти твари накормят так что вы видите селедку за рубеж все что вы вообще будете сосать лапу только это как говорится давайте посмотрим чего владики во владики все в новостройках видите миллион квадратных метров жилья продано парки строят блин столица теперь во владики дальнего востока поэтому вот видите владивосток виски ну кожемяка там прописался вообще уехал с региона прописался там своего балла зарабатывает но придурок чуть как говорится ураганы прочее больше ничего нет такого навигации какая нахер навигация ничего вообще не ходит страна идиотов короче просто строительство высоток досталось застройщиком с краснодара но эти построят эти воры с краснодарский эти построят да с песка побольше песка главное сыпать и повыше строить короче знаете я просто все дальше комментировать не хочу дальше можете в комментах сами добавить вьетнамский инвестор отказался короче ближе 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 не нашлось в молоко и строить молочку сбер никто деньги не дает до государства тем более не дают вьетнамскими позор просто просто дичайший ну еще кого-нибудь более косорылого поискали короче о людоедов людоедов завезли до и людоедов деньги сшибать кончены кончены твари ладно все одна хорошая новость ну не очень хорошая потому что ты говорится вот видите 13 июня черное аудио представительского класса ску